Короче, мой муж сказал так, кусочек торта, который с настоящим твердым шоколадом сверху, потому что ну вот эта вот эта таблетка шоколада просто, она в холодильнике же постояла, он не очень сладкий, возможно это кому-то не нравится, но я очень полюбил этот вкус. Дорогие мои друзья, я провансалочка, меня зовут Алла, я живу в Провансе, отсюда и мой ник провансалочка, а это мой канал. И сегодня в рубрике у нас Провансалочка рецепты, я сейчас вам покажу один нежный торт без масла, если можно, то и без сахара, но я предпочитаю вместо стевии взять всё-таки сахар, посмотрите, что же это будет за ингредиент, я вам покажу, конечно же, но он будет последним в списке продуктов, которые нам понадобятся. Оставайтесь со мной, сейчас вы сами всё увидите, а на улице плюс 35, и я не могу даже выйти туда, поэтому я завелась сегодня готовкой. Итак, давайте приступим. Чтобы испечь шоколадный торт без масла, нам понадобится 40 грамм какао без сахара, если вы любите только с сахаром, пусть это будет с сахаром, 30 граммов кукурузной муки, либо 30 граммов просто муки, это у меня мазина, 40 грамм стевии, либо 80 грамм любого сахара. Про стевию, это диетическое, это люди, которые как бы соблюдают диеты, режимы, но, друзья мои, это придаёт немножко горьковатый вкус вашей выпечке, поэтому это на любителя, как хотите, я лично предпочитаю сахар, хотя в рецепте там было стевия. И здесь у меня 40 грамм муки из миндаля, это тоже, это моё как бы нововведение, то есть в рецепте его нет, но я добавляю. То есть в рецепте, который я беру как бы для базы, здесь чайная ложка без горки разрыхлителя, можете добавить либо концентрат ванили, либо пачечку сахара, что мы сейчас и сделаем сразу, посмотрите, я его добавлю в наш сахар. Нам понадобится 200 грамм шоколада, в рецепте он чёрный, вот и у меня он чёрный, лично я персонально, я не ем молочный шоколад, но если вы не можете есть чёрный шоколад, вы можете добавить любой шоколад для выпечки, который настоящий, который будет плавиться в микроволновке, либо на водяной бане. Дальше нам понадобится, я уже потом возьму щепотку соли для того, чтобы взбить белки, потому что у нас в рецепте есть 4 яйца, здесь мы будем разделять белки на желтки, и яйца обязательно, друзья мои, нужно вымыть перед тем, как мы начнём работать с ними. Всё, пожалуй, всё. Для украшения я возьму, у меня есть вот такой вот тюбик, смотрите, специальный вот украшать, видите, чтобы было вот так вот. Это тоже, естественно, опция, и так как у нас будет шоколадный торт, то я возьму вот такого вот белого миндаля, чтобы немножечко украсить. Опять же, вы можете украсить, чем вы хотите, если вам это нужно. Можно посыпочку сделать. Ну, что у вас есть, тем и украсться. Вот. Итак, друзья, приступаем. Конечно же, приступаем. Видите, как я затянула. Вместо масла мы берём 200 граммов молодых цукини кабачков. Если никто-то ещё ни разу не делал с кабачками выпечку, вы просто поверьте мне и сделайте это, потому что я делала уже и брауни, и торт из кабачков, и, короче, я делала несколько раз торт, именно выпечку с кабачком, и я вам советую попробовать. Даже если кто-то не доверяет, попробуйте, возьмите полпорции, ну, попробуйте и сделайте это. Это будет вкусно. Я вам обещаю. Итак, друзья мои, приступим. Первое, что мы сделаем, мы разломаем наш шоколад. Значит, как разделить? Одна четвёртая часть шоколада уйдёт на украшение нашего торта. Поэтому я сейчас его поломаю, но я не буду весь сломать шоколад. Я оставлю вот две плиточки, вот так вот, смотрите, я оставлю. Я растоплю его чуть позже, потому что, я не знаю, его нужно оставлять, остывать. Потом этот торт, ну, зачем нам второй раз разогревать шоколад, если мы можем это сделать прямо перед тем, как мы будем украшать наш торт. Значит, ломаем, ставим в микроволновку на полторы-две минуты, не больше, и маленький есть аксетюз, можно добавить туда чуть-чуть, капельку буквально, либо сливок, либо одну каплю водички. Не знаю, это я где-то очень давно прочла, чтобы он лучше... Всё, вот смотрите, видите? Всё, сейчас мы пойдём в духовочку. Так, продолжаем. Наш шоколад греется. Мы разбиваем яйца, разделяем желтки и белки. Так, нож. Так, вам же ничего там не видно абсолютно. Вот так. Аккуратненько разделяем, чтобы желтки не попали в белки, потому что потом белки могут не взбиться. А для того, чтобы наш торт был более воздушным, нам нужно обязательно-обязательно взбить белки отдельно, потому что практика показывает, что взбитыми отдельно белками намного лучше поднимается тесто, и вообще торт, он более нежный. Хотя есть рецепты, где белочки не взбивают отдельно. Поэтому, ну, мы взобьём, что нам стоит, правда же? Ждила одной минуты. Всё. Разделили. Разделили белки-желтки. Вот и всё, пожалуйста. Так, второе, что мы сделаем, мы очистим кабачки. Несмотря на то, что с молодыми кабачками мы выпекаем и готовим, не отделяем, не снимая кожицу, для торта нужно обязательно снять кожицу. Значит, чистим экономом. И после того, как мы потрём на мелкой тёрке, мелкая тёрочка, помельче, которая у вас есть, мы не будем отжимать жидкость. Я это говорю сейчас, потому что у нас весна. И вот первые кабачки, которые идут, как бы я их снимаю у себя в огороде, в них не очень много жидкости. Конечно же, если вы будете этот торт готовить по осени, когда уже кабачки бывают немножечко и переросли, смотрите, если у них будет очень-очень много жидкости, то, конечно, её нам придётся чуть-чуть отжать. Но вот здесь именно я отжимать ничего не буду. Вот. Вот есть такая замечательная тёрочка. Видите, она с двух сторон. Здесь обычная, здесь помельче. Я прям буду тереть, там стоит ёмкость. Я прям потру. Почему я это делаю перед тем, как замешивать тесто? Потому что, возможно, нам понадобится разбавлять немножечко тесто, чтобы оно было, ну, не очень густым, чтобы легче было перемалывать. Трём, 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 трём. Трём 200 граммов. То есть, вы после того, когда я взвешила свои кабачки, у меня там 190 граммов, ну, немножечко почистила я. Я буду смотреть на глаз, если мне будет действительно не хватать жидкости, я возьму ещё один маленький кабачок. И так же его потру. Прошу прощения, у меня упал венчик. Так, тут что-то у меня, опля, чтобы не падало на стол. Ну, если, на самом деле, мне кажется, что уже все давно в современном мире пробовали этот торт, ну, попробуйте по моему рецепту. Может быть, он немножко будет отличаться от вашим. Возможно, у вас первый какой-то эксперимент не удался, и вам не понравилось. Я вам хочу сказать, конечно, с молодым кабачком практически нет риска. Возможно, что у старых кабачков совсем другой вкус. Поэтому попробуйте приготовить сейчас, когда везде-везде сейчас продают молодые кабачки. Вот столько у меня получилось кабачков. Посмотрите, какие они... Они просто распрекрасные. Они красивые, они красивые, конечно. Сейчас мы берём желтки, высыпаем в них наш сахар. Размешиваем. Здесь тоже, друзья мои, смотрите, нам здесь жидкость, конечно, понадобится. Потому что яйца тоже разные. Если у вас очень мелкое яйцо, возможно, вам нужно взять 5 яиц. Я сейчас буду смотреть, потому что, ну, я, скажем так, я не боюсь готовить. То есть я вижу, что если у меня что-то не идёт, тогда я, значит, тут же на ходу что-то добавляю. Сюда же мы добавим наш разрыхлитель. Чайная ложечка. И теперь размешиваем тщательно всё. Я специально взяла такую посудину стеклянную, чтобы было хорошо видно. Теперь высыпаем наш какао. Тоже всё размешиваем, чтобы не было там лопшика. Вспомнила, что у меня есть вот такой современный венчик. Посмотрите, чем он хуже вилки. Им размешивать лучше. Теперь гляньте. Видите, у нас такая масса достаточная. Всё-таки жидко. Смотрите, я возьму сейчас вот так туда. Сок из кабачков. Та-да-да-да. И даже можно чуть-чуть кабачка туда уже подбросить. Он такой нежный-нежный у меня. Так, размешиваем. Видите, сразу немножечко жиже стало. Теперь я буду добавлять туда свой крахманчик. Либо вы добавляете муку, как хотите. Вы знаете, мазина, я не знаю, мазина – это вообще обычный кукурудный крахмал. Он облегчает, он даёт тесто, он становится такой пуристый. И во французском, во французской выпечке, во всяком случае, его, если даже такие вот есть рецепты, где много муки, могут даже напополам заменить. Именно мазиной. Говоря, что это облегчает структуру текста и по калориям это менее калорийно. И я добавляю сейчас, посмотрите, свою муку из миндаля. Так, это тоже опция, но мне кажется, это очень вкусная опция. Поэтому, если у кого-то есть любые орехи, можно не обязательно там муку, можно просто орешки мелко подавить, помельчить и добавить, потому что орешек, ну, он всегда хорош, правда же? Вот. Теперь будем добавлять наш шоколад. Посмотрите, видите, какой он красивый, наш шоколад. Я его сейчас, смотрите, перемешаю, чтобы получилась полностью-полностью такая масса, гладкая. И всё, и мы добавляем в наше тесто. Добавляем в наше тесто и размешиваем его. Я правильно сделала, что не стала сразу добавлять весь шоколад на... Потому что он очень быстро застывает. Какой смысл на второй раз его разогревать? Хотя в рецепте они пишут, что добавляется шоколад и оставьте эти 4 ложки для украшения. Ну, вот я решила, что я не буду ничего оставлять. Что я растоплю свой шоколад чуть попозже. Вы видите, как быстро он застывает в миске. Просто мгновенно. Поэтому нет смысла. Так, хорошенечко размешиваем наш шоколад. У меня этот шоколад был... Сейчас я вам покажу. Он у нас считается... Видите, у нас идёт он... Для выпечки, видите, десерт. И он здесь был... Здесь вот 52%. Конечно же, можно. У меня есть и 70%, но там плитка 170 граммов. Мне нужно было бы открывать вторую плитку. Я решила, что надо 200 граммов шоколада. Я решила, что 52 тоже очень хорошо подойдёт. Видите, какая получается масса такая. Прямо шоколадная, шоколадная. Но у нас миндалево-шоколадная. Всё, друзья мои. Добавляем последний наш волшебный ингредиент. Сюрприз, да, скажем так. Вместо масла. Так, и размешиваем. Не волнуйтесь, никто даже... Никто, вы когда этот торт испечёте, вы никому не говорите, что там есть кабачок. Потому что есть люди, которые предвзято относятся к такому типу рецептов. Скажем так, к экспериментам. И скажут, мы не будем пробовать. Ну вот оно, вы видите, оно такое получается. Достаточно жидкое. Сейчас я подготовлю форму. Какую же форму, друзья? Кто же будет добавлять белки? Друзья мои, для того, чтобы наши белки взбились лучше, мы добавляем буквально, ну вот так, щепоточку соли. Больше ничего не нужно. Можно и без соли, но я всегда добавляю. Ну всё, наши белки готовы. Посмотрите, одна минута, и какая красота. Поэтому желательно всё-таки для тортов белки взбивать отдельно. Они будут намного пышнее и воздушнее. Так, желательная форма съёмная. Не знаю, мне кажется, прекрасный, если печьётся этот торт в силиконовой форме. Ну, так как у меня есть эта форма, и рекомендуют выпекать в этой форме, почему бы и нет, правда же? Для того, чтобы смешать белки с тестом, нужно воспользоваться шпателем, чтобы их сильно не тревожить, скажем так. И мы очень аккуратно, сейчас я вам покажу методику, выкладываем всё. Можно половиночку сначала выложить, как вам удобно. И смотрите, не просто там мешаем, а бы как, а смотрите, вот так вот, как бы мы их вымешиваем по контуру. Стараюсь, чтобы вот эти все воздушные пузырьки, чтобы они у нас оставались там. То есть не надо очень сильно, мы же для того и взбивали белочки, да? Чтобы они придали такую пышность нашему тесту. Поэтому и аккуратненько мы должны их не передышать. И где мне написали, и я не прочла отзыв, какого размера нам нужна форма. Поэтому у меня есть большого размера 24 сантиметра, а это 16. Мне кажется, 24 там будет совсем тоненький такой тортик. Но вы знаете, почему я взяла эту и поменьше? Потому что я совсем одну каплечку оставлю. И я хочу попробовать, сейчас я вам покажу, опля, как будет выходить эта выпечка из силиконовой формы. То есть надо ли там ее смазывать, не смазывать. Я ничем не мазала. Так, все готово. Теперь смотрите, мы берем вот так вот, немножечко стряхиваем, чтобы оно все улеглось ровненько, да? То же самое я сделаю с большой формы. То есть мы так и должны, так где у меня немножечко осталось. Так, пишут 25-30 минут на температуре 180 градусов. Послушайте, достаточно, видите, достаточно жидкое тесто. Поэтому я буду следить. Он должен остаться, вот когда он выключится, он должен внутри быть такой, как чуть-чуть сыроватый. Это вообще фишка всех французских тортов. Но, конечно, он не должен быть мокрым. Поэтому духовка разогрета. Сейчас я ставлю свой торт в духовку, 25 минут. И буду смотреть потом, что получилось. Все, закрываем. Друзья мои, очень важный момент. Больше духовку не открываем. Это тесто выпекается типа бисквита, нельзя его тревожить. Так, 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 так. Все, поехали. Я не успела перемыть посуду, как уже запищала моя духовка. Вынимаем наш топ. Посмотрите, друзья. Послушайте. Вот прямо его вот так пробовали, говорили, что это так и надо. Сейчас я все-таки возьму зубочисточку. Так, вот здесь, видите, он так как бы треснул. Но он абсолютно жидкий внутри. Нет, нет, он не пропекся. Может быть, из-за того, что у меня форма другая, я ставлю обратно минут еще на 20 запросто. А, допустим, вот эта вот маленькая формочка, которую я пробовала, вот он вот такой должен быть. Вот видите, то есть мы его трогаем. Он как бы внутри, он мягкий. Но вот видите, он уже не берется. Там чуть-чуть осталось. Но вот он такой должен быть, как бы для этого типа тортов. Поэтому, когда он низкий, видите, здесь вот просвечивается. Если бы я его вылила в большую форму, свой торт, он бы, наверное, пропекся лучше. А так как я вылил формочку поменьше, то есть он стал выше, я добавила 15 минут. Ну все, этому торту, этой штучке тоже мы сейчас будем давать чуть-чуть остывать. И потом все-таки я буду его вынимать отсюда, потому что в силиконовых формах, вот как только он чуть-чуть сейчас подстынет, я попробую его вынять. В силиконовых формах выпечку нужно доставать достаточно быстро, потому что она имеет, как сказать правильно, то есть она как вот отмокревает, скажем так. Не могу подобрать слово. Мы все ждем. Вот смотрите, он чуть-чуть подстыл. Это я такое делаю, как бы силиконовую форму испытываем, да? Можно ли такие торты петь в силикон? Видите, он чуть-чуть все-таки пристал. Поэтому, возможно, нужно... Так. Нужно тоже смазывать. Попытка номер два. Послушайте, этот раз я уже буду оставлять торт. Пускай остывает. И посмотрим, потому что все нормально, больше не нужно. Все, он чуть-чуть липкий. То есть 25 плюс 15 минут при температуре 180 градусов нужно учитывать объем высоты нашего торта. Если бы это была большая форма, то есть там бы это все было на дне, и понятно, что торт бы пропекся, как пропекся вот этот вот маленький, видите, в силиконовой формочке. Вот. Может быть, даже 10 минут было бы достаточно. Но нет, нормально. Сейчас я ему дам остаться. Потом я ножичком вот так пройдусь аккуратненько, попытаюсь его как бы освободить от стеночек. И потом только откроем форму. И потом будем уже... Он сейчас, конечно же, опустится. Он сейчас изменит немножко форму. И потом будем украшать. Все. Ждем с нетерпением. Сейчас настал тот час, когда я буду сейчас пытаться. Освободить наш торт от формы. У меня уже в духовке греется, топится шоколад, порция, которую я должна смазать. Так, сейчас я пойду гляну. Так, мне пришлось выйти из дома, потому что у меня там начала кричать сигнализация. У меня немножко подгорел шоколад. Так, оказалось, все не так просто. Вот там где-то у меня приклеился мой пирог. Мой торт. Смотрите, вот я его чуть-чуть вытащила. Ну, благо, что была бумага. Благо. И я думаю, что в следующий раз... Так, это большая, конечно, тарелка. Ну уж какая есть, послушайте. Оп! Перекладываем. Так, смотрим, что у нас получилось. Торт испекся великолепно. То есть ему вот больше и не надо. У меня другая проблема. У меня немножечко подгорел шоколад. Ну, это неважно. Мне его хватит для, смотрите, для украшения. Ммм, слушай, эти запахи тут идут такие вообще. Красота. Вот, смотрите, микроволновка своей. Шоколад этот, конечно. Я уже не один раз его жгу. Ну, вот видите, когда в тесто у меня все великолепно было. Ну, вот видите, я добавила немножко водички, когда в тесто было. А здесь я ничего не добавляла. Вот. Ну что, можно вот так вот сверху положить этот наш маленький пирожок. Ну, тогда у меня не хватит сюда шоколада. Я ж не подумала. Ну, вот, мои хорошие. Вот такой у меня канал. Вот такие мои рецепты. Показываю все, все, все по правде. Ничего не придумываю. Вот как получилось, так и получилось. Тут какие-то у меня мушки тут летают. Я из дома вышла, потому что у меня сигнализация сработала. Там все как закричало. Я окна открыла, дымобуха, столбом. Да, шоколад, если горит, то он горит. Ну, вот сейчас он схватится, наш шоколадик. Видите, здесь уже потом можно сделать бока. То есть нужно побольше тогда шоколада, да? Здесь потом можно разрезать этот торт. Я вам сейчас покажу, какой он высоты. Здесь можно потом этот торт разрезать и сделать крем. Шоколад у меня теперь везде здесь. Просто везде. Так, давайте мы чуть-чуть украсим. Давайте будем делать буковку. Буковку А. Опля. Класс. Так. Ну, с меня еще тот художник. Вот хорошо вот эти вот готовые штучки, когда сразу. Та-да-да-да-да-да-да-да-да. Та-ра-ри-ра-ра. Та-га. Отлично. Смотрите. Не учитывая, что вокруг везде у меня все потекло, но ничего. Это все исправится. Это я все почищу сейчас. А как же делают остальные влогеры? Вот и все же они показывают у нас красиво. Правда же? Ну, вы знаете, красиво это не всегда вкусно. А я вот в этом своем тортике. Я просто уверена. Поэтому пробуйте, не бойтесь, вам понравится. Это на самом деле я же его не в первый раз готовлю. Просто каждый раз у меня в разных формах. То там немножко другие составляющие. Вот брауни тоже очень вкусные. Хотите, сделаю рецепт брауни. Посмотрите, ну красота же ведь, правда. Сейчас я тут почищу и сделаю вам еще красиво. У меня тут розочки есть у меня. Вон всякие, смотрите, мятые всякие у меня тут есть. Пожалуйста, вам. Живое. Все. Все, мои хорошие, сейчас я чуть-чуть это все преображу и покажу еще раз. Вот такой распрекрасный тортик получился у меня. Он, ой, сто процентов он будет вкусным. Я его разрежу, но мы сначала по завтракам, и когда мы, ой, по завтракам, извините, поужинаем. И я по кусочку отрежу. Не знаю, будет ли муж мой есть на ночь торт шоколадный. Но он такой шоколадный-шоколадный. Вот просто шоколадный, раз шоколадный. И пахнет очень хорошо, и он будет очень вкусным. Ну вот, несмотря на то, что у него вместо масла кабачки. А с вами была Провансалочка. Провансалочка рецепты. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Оставайтесь с нами. У нас очень интересная компания. И мы говорим обо всем. И я к тому же еще и готовлю. Пока-пока. Французская безум. Ваша Провансалочка. А это был шоколадный торт без масла и без муки. Можно так сказать. Ну просто умопомрачительный. Ну что, друзья. Мой тортик постоял часик в холодильнике. Сейчас вот я его разрежу. Видите, у меня такая лопаточка. Она такая, она же ножичек. Сейчас мы посмотрим. Сейчас мы спросим у Мариса. Он сказал маленький кусочек. Он вообще не хотел пробовать на ночь. У нас ночь уже практически. Мы сегодня очень поздно кушаем. Вот смотрите, я вам покажу его в разрезе. Видите, шоколад-шоколад. Шоколад-шоколад. Сейчас я поршири. Оп-да. И сейчас я сделаю себе кусочек. И я вам покажу, с чем мы сегодня будем кушать. Конечно, идеальный вариант здесь мороженое ванильное. Но у меня, к сожалению, его нет сегодня дома. Но я обязательно их куплю, потому что я намериваюсь изучить много шоколадных десертов французских. Они отличаются от наших славянских десертов. То есть, ну, они совсем другие, скажем так. Там нужно мороженое ванильное. Смотрите, как. Вот. И всего лишь я сегодня буду применять вот такой готовый уже крем англеза. Лучше всего ванильное мороженое рядышком. Веточка мяты для украшения. Ну, я, как всегда, сейчас наляпаю. Ну, ничего, нормально, красиво. И здесь мы сейчас Марису тоже сделаем то же самое. Так, 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 так. Спасибо, он говорит. Сейчас он попробует и скажет, что он думает об этом. Так. Дальше, что мы сделаем? Так, ну, уже так как уже очень поздно, поэтому краска не очень выходит. Смотрите, это веточка лаванды из моего сада. Чего же я ее прям так в крем-то? Ну, и вот оторву у тортика веточку мяты. Вот и все, друзья мои. Бон аппетит. Сейчас мы попробуем и скажем вам. Голос за кадром вам сейчас ответят. Спросим у Марисы, что он думает об этом торце. Чери, диз-мой, мне веритет. Что ты думал о том, что ты думаешь об этом торце зле шоколаде? А уни тури, что там написано. Уни тури, шоколад, что-то дур. Почему? Шоколад, что-то дур. Не очень элли, но как я люблю. Кручок, мне муж сказала так. Кусочек торта Который с настоящим твердым шоколадом Сверху, потому что Вот эта таблетка шоколада Она в холодильнике постояла Я скажу, что сантиле куржета Я ему говорю Репон, ну Я ему говорю, если ты почувствовал там кабачок Ну, что по сантиле Он был удивлен, что там есть куржеты Представляете, он был просто удивлен Но Вот я говорю, что здесь вообще никто Вот если вы людям не скажете специально Люди никто не поймут Что здесь есть кабачок И не говорите Пускай они сначала скушают А потом вы сделаете тест Никто не угадает И никто не подумает Вот он просто шоколад сессой валяс Легатоу шоколад Он просто шоколадный торт Не больше, не меньше Поэтому, друзья, пробуйте Потому что, ну, надо попробовать Что это за такое, за чудо Я вам всем советую Сделать этот тортик Потому что, ну Его нужно сделать Он очень-очень вкусный Настоящий шоколадный торт И кто там у нас лежит Может, ты хочешь попробовать Что-нибудь, Мэгги Ты хочешь попробовать Кусочек торта А где Я, конечно, много лет Да, у меня же собакам Шоколад запрещен Вот такой вот чистый Вот такой, смотрите Вот такой вот Вот такой кусочек Такой маленький Нашей собачки Ну, скажи, что ты думаешь Она такая Не поняла, что это было Ну, Мэгги Что ты думаешь, Плюма, Бэля? Все Все бун О, киски, все бун, все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому